Здравствуйте! В эфире телеканал ACBC, передача «Экономика дня» и я, ее ведущая Елена Косолапова. На минувших выходных Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. В рамках этого пакета ЕС запретил импорт российского синтетического каучука и битума. Кроме того, граждане РФ больше не смогут руководить организациями, которые являются операторами критической инфраструктуры сообщества. Также полностью запрещен транзит через Россию товаров двойного назначения. Раньше запрет касался только экспорта. И под санкции попали три российских банка. О днем ранее о новых антироссийских санкциях объявили Соединенные Штаты. Они ввели 200-процентную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России. Кроме того, американские санкции наложены на еще 22 физических лиц и 83 юридических лиц, в том числе 11 российских банков. О новых санкциях против России также объявили Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. О том, насколько значимы последние санкции как для экономики России, так и в мировом масштабе. И о том, помогают ли экономические санкции добиться поставленных целей, будем говорить в этом выпуске. На видеосвязи со мной Максат Халык, экономист, директор Graduate School of Business Университета международного бизнеса Волматы из Казахстана. И Иракли Гогава, политолог, специалист по международным отношениям из Грузии. Уважаемые эксперты, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Приветствую вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, сегодня мы намеренно не пригласили экспертов ни из России, ни из тех стран, которые вводят санкции против России. Потому что хочется получить оценку со стороны. Мне кажется, что это будет более объективно. Как говорится, большое видится на расстоянии. И, господин Халык, хочу сначала обратиться к вам. На ваш взгляд, насколько существенны вот эти последние санкции, которые были приняты на днях, ну вот касательно со стороны ЕС, они затрагивают битум, каучук, со стороны Соединенных Штатов алюминий затрагивают российский. Банки также попали под санкции и в рамках санкций со стороны ЕС, и в рамках санкций со стороны Соединенных Штатов. Могут ли, на ваш взгляд, эти санкции оказать какой-то ощутимый эффект как на российскую экономику, так и как-то в мировом масштабе быть существенными? Надо сразу сказать, что именно десятый пакет акций, санкций, которые направляются в сторону России, она более ощутима. Во-первых, это то же самое повторяется и финансовый рынок, точнее банки, которые сейчас будут ограничены в своих действиях. И еще направлено, важно отметить, на то, что на сыровой рынок. И здесь есть и алюминий, и битум, и каучук. И эти рынки тоже будут влиять на экономику России. Здесь надо отметить то, что все санкции до этого, которые были направлены, они больше на большом перспективе, как бы сказать, если на времену положить, она будет более глубокой и ощутимой. И самое главное, эти санкции, смысл санкций объясняет то, что российская экономика, она сейчас отдаляется от мировой экономики. И даже в том случае, если завтра Украина и Россия будут переговоры, соглашения делать между собой, эти санкции надолго останутся в сторону России, получается. И она и будет тормозить развитие России, экономики. И в целом, можно сказать, что на 4-5 лет российская экономика, она будет просто буксовать и наоборот идти вниз. Господин Гугава, к вам теперь хочу обратиться. На Западе, в принципе, не скрывают, что санкции, скорее всего, будут ужесточаться и далее. На ваш взгляд, какие это еще могут быть сферы экономики российской, учитывая то, что, в принципе, уже и так все сферы экономики российской так или иначе затронуты. И, соответственно, какие-то новые санкции в будущем, насколько они для России могут быть существенны. Спасибо, Елена. В первую очередь, я бы хотел отметить, что у санкций реально две цели. Первое – это ограничить развитие России, следовательно, валютные доходы от международной торговли. А второе – это точечное каргетирование так называемых олигархов, людей с деньгами в России, с большими деньгами, чтобы вымолить их, пойти на дестабилизацию внутри страны и смещение к действующей власти. Вот эти две цели, очевидно, просматриваются. И, в принципе, я понимаю, почему такой настрой на Западе, потому что, если мы вспомним, как развалился Советский Союз, когда целенаправленно внешняя торговая элита Советского Союза совместно со спецслужбами планомерно развалили Советский Союз, в принципе, получается, что тогда все это развалилось из-за алчности правящей верхушки. И то же самое, думаю, что сработает и сейчас. Но, как мы видим, пока вертикалью власти в России держится, в принципе, турбулентность в обществе есть, но не критичная. Поэтому первый год российское общество выстояло. И оказалось, что эти олигархи, на самом деле, не очень-то влияют на политику России, особенно на его внешнюю политику. Реальность такая. Санкции, естественно, замедлят развитие России. И оно уже, как бы, факт. В прошлом году было снижение на более чем 2% экономики России. В будущем году, кстати, Всемирный банк прогноз дает 2,3% роста. Но там есть вопросы, которые, ну, любая экономика, в том числе и России, то есть напрямую зависит от вливания капитала и от процента рефинансирования национальных банков. В России 7,5% ставка рефинансирования, поэтому считается, что капитал там дорогой. Но есть резервы в России, накопленные, как бы, золотовалютные резервы страны. И более 500 миллиардов, но из которых более 300 миллиардов заморожены якобы на Западе, хотя в Европе их, как бы, что-то большую часть не могут найти. А есть еще фонд национального благосостояния. Вот из этих денег, как бы, есть такая у них подушка безопасности, которая несколько лет даст возможность компенсировать те негативные последствия от санкций, которые уже налицо. Плюс еще очень мощный актив. Мы же понимаем, что на протяжении 32 лет был огромнейший отток капитала, частного капитала из России не на Запад, а в офшорной зону. То есть эксперты считают, что более полутора триллионов долларов российских находятся в офшорных зонах. Эти деньги не под санкции. Под санкции попали деньги тех российских предпринимателей, которые держали в европейских банках, в Европейском Союзе. Это порядка 20 миллиардов долларов частных предпринимателей. Но мы же понимаем, что в основном российские предприниматели деньги держат в офшорах, а они как бы вне юридикции тех стран, которые выставляют эти санкции. И, в принципе, санкционная политика, она, естественно, замедляет рост любой экономики. Но еще в мире не было ни одного примера, что под угрозами и под действием санкций государство меняло свой курс. Этому примеру Куба, этому примеру Иран, Корея, Северная Корея и некоторые еще другие страны, всего где-то до 40 стран, которые более-менее постоянно живут под санкции. Господин Халык, к вам вновь хочу вернуться. Но вот еще прошлой весной Россия стала рекордсменом по количеству санкций. То есть уже практически год. И при этом с тех пор количество санкций все увеличивается и увеличивается. И еще тогда, весной, многие аналитики говорили о том, что под таким количеством санкций российская экономика очень быстро сломается, что будет дикая инфляция, что будет дикое падение рубля. Но вот мы видим, что ничего этого не произошло. Ну да, немного упала экономика на 2,1% по официальным данным. Но даже если посмотреть на данные 2020 года, тогда из-за пандемийных ограничений российская экономика сократилась более значительно. Тогда на 3,1%, а сейчас на 2,1%. На ваш взгляд, почему эффект от санкций оказался не таким сильным, как многие прогнозировали? Я понял у вас вопрос. Да, на самом деле в прошлом году, весной, как раз-таки, дороги уже сильно оценятся в марте. Тогда многие прогнозировали, что российская экономика будет в дефолте. То есть и все вот эти родние агентства, они тоже говорили, что ожидает российская экономика при дефолтном состоянии. Но на самом деле, если так посмотреть, вот это все не получился. Почему? Потому что мы видим, что все равно в прошлом году энергоносители, то есть именно российский газ и нефть, все равно экспортировался в сторону Европы. Все равно там были какие-то соглашения, которые нужно было в поставке делать. Все равно и евро, и доллары на российскую экономику, она падала. Только в этом году, именно вот в этом направлении энергоносителей, вот это ограничение, она начала действовать. И уже есть потолок цен на энергоносители, российские энергоносители, и это тоже уже начинает влиять на экономику России. Сейчас мы видим, что и рубль начала обратно обесеноваться, и российский бюджет. Сейчас дефицит российского бюджета очень огромный стал. И вот это все, она постепенно, постепенно все-таки действует на экономику России. Но Россия сделает ставку на восток, точнее на Китай, на Индию, на Индонезию. На эти рынки он все равно планирует экспортировать свои энергоносители. Сейчас направляется, то есть все как бы, всю торговлю сейчас направляет заплат санкции в мире, и они направляются в сторону востока. И, конечно, в этом направлении все-таки российская экономика, она получает, как сказать, поддержку. Поэтому и те прогнозы, которые делали эксперты, не сбылись, можно сказать. А на ваш взгляд, какие из тех санкций, которые уже введены, они наиболее существенны и наиболее болезненны для российской экономики? На самом деле, первое, это отключение свиста от российских банков. Она была наиболее существенна. Конечно, система сообщений российских банков, она и была, но все равно до сих пор Россия и евразийские ИАЭС, они тоже не могут до сих пор ввести систему передачи сообщений на свой систему передачи сообщений. Вот сейчас тема поднимается среди евразийских союзов, получается, ИАЭС, поднимают тему единого расчетного ввести, как в качестве, может, единого расчетного счета, можно так сказать, как ЭДР, чтобы эти страны были более самостоятельны и независимы в обращении в валютный рынок. И ограничение, можно сказать, то, что в последнее, когда потолок цен поставили на российский нет, она тоже уже действует, можно так сказать. И российские власти, и экономисты, они тоже выражают недовольство. То есть не должно как бы так быть. И вот это все можно, вот эти направления, как ощутимые можно назвать, в принципе. Господин Гугава, вновь обращаюсь к вам. Ну, к сожалению, с годами проходящими число стран под санкциями не уменьшается, а наоборот увеличивается. Вот даже если взять только санкционный список ИАЭС, там порядка 40 стран. Ну, а есть еще какие-то двухсторонние санкции, международные санкции, ООН-санкции и так далее. Не мешает ли такое большое число стран под санкциями их эффективности? Ведь объективно невозможно отрезать пол мира просто от мировой экономики. Честно говоря, Ильяна, то, что вводится все больше и больше санкций вообще по разным странам, это показатель, что какие-то проблемы есть на Западе. То есть мы же понимаем, что это в некоторых, в большинстве случаев, это ограничение конкурентов, конкурентной борьбе в то время, когда по законам Всемирной торговой организации совсем другие, как бы, правила должны действовать. Поэтому это, естественно, всемирной экономике не идет на пользу. И я еще раз повторяю, санкциями политических условий добиться практически невозможно. И, допустим, даже если ограничить доступ к финансам, то есть к капиталу, устроить верхнюю цену на энергоносители и все такое, еще не было случая, чтобы какое-то государство отказалось от своих интересов из-за санкций. Поэтому, естественно, это все вредит. Плюс эти санкции не все облегняющие. То есть это где-то 49-50 государств, плюс-минус следит за это. Но есть, конечно, там и вторичные санкции. И, в принципе, нам, как вот Грузии, например, Казахстану, Азербайджану, это все происходит, к сожалению, у нас в регионе. Естественно, у нас тоже негативный эффект от этого всего обязательно будет. И только это у нас будет отложенный эффект, потому что прямо сейчас, допустим, в Казахстан несколько сотен тысяч россиян приехало со своими деньгами. У нас в Грузии тоже где-то 50-60 тысяч россиян и белорусов приехало тоже с финансовыми вливаниями. И это как-то компенсировало, но реально, если сравнить с 2014 годом, когда серьезное падение было в грузинской экономике из-за того, что из-за украинско-российского конфликта на Донбассе еще в 2014-2015 годах. Поэтому у нас мы должны тоже ожидать негативный эффект от всего этого. И, в принципе, для нас самый лучший выход – это то, чтобы стороны сели за стол переговоров и все решили мирным путем. И, в принципе, Россия большая страна, и есть резервы, которых мы уже упомянули, но то, что у них ограничения по импорту технологий, микрочипов, электроники. Вся авиация через пару лет может встать, потому что комплектующих не будет хватать. Станкостроение не так уже развито в России. Станки практически большинство импортные, комплектующие надо. То есть это долгосрочная, это очень серьезная проблема. Поэтому единственный выход отсюда – только мирные переговоры и компромисс. Господин Халык, к вам вопрос. Ну вот как уже было отмечено, очень много стран сейчас под санкциями. Многие страны живут под санкциями десятилетиями. Кроме того, есть страны, над которыми угроза санкций висит постоянно и периодически. Например, возьмем Саудовскую Аравию. Совсем недавно еще президент Соединенных Штатов угрожал превратить эту страну в страну-изгоя. Но потом ситуация в мировом масштабе изменилась. И даже летом прошлого года Байден туда ездил, с визитом посещал. Но с другой стороны, вдруг ситуация вновь изменится в геополитическом плане. И, соответственно, опять подход Соединенных Штатов может измениться. Есть ли гарантия, что не будет санкций? Или взять Венесуэлу, допустим. В прошлом году немножко ослабили санкции в отношении Венесуэлы, хотя не все сняли, но тем не менее. Но опять же, есть ли гарантия, что эти санкции не вернутся обратно? В связи с этим вопрос. Вот такая ситуация с ростом числа подсанкционных стран не приведет ли к тому, что страны просто станут готовиться к санкциям заранее, стараться сделать свою экономику максимально независимой, максимально самодостаточной, что даже если санкции будут, чтобы по меньшей мере не так сильно пострадать? Правильный вопрос. Уже сейчас, если так посмотреть, все страны уже начали более независимую экономику строить. Почему? Потому что ранее, когда мы говорили об интеграции, о мировых процессах, торговых отношениях, всегда у нас была глобализация, интеграция. Все это было на первом месте. А в последние годы мы замечаем, что интеграция не совсем уж и хорошо. Наоборот, она может и повредить, нагрядить ту или другую страну. Почему? Потому что мы четко видели, когда Трамп был президентом, он и начал. Он начал строить стену между Мексикой, чтобы защитить свою национальную экономику, да, больше. И ввести даже торговый войн с Китаем. И мы видели, как, например, и даже европейские страны, и Россия, и все страны начали более протекционистскую позицию держать. И в этом плане, честно сказать, даже наша страна, Казахстан, мы не выигрываем. Наоборот, мы проигрываем в этих интеграционных процессах. Евразийский экономический союз, если так посмотреть, мы только проигрываем. Все вот 6 лет, которые мы состоим в этом союзе, Казахстан только в проигрыше. И последние даты, если так посмотреть, вот то, что было, например, Украина, Россия, между ними война, сейчас весь мировой порядок, сейчас и финансовые системы, и торговые отношения, все изменился в другую сторону. Сейчас непонятно, и даже бизнесмены тоже говорят, что непонятно, какая ситуация геополитическая будет, и что ожидать вообще в целом. И вот это все означает, что, да, нужно уже более национальную, думать о национальной безопасности, национальной экономике больше. Потому что мы сейчас, от того, что, например, когда мобилизацию объявили в России, наоборот, да, много людей из России нам пришло в Казахстан, наоборот, оно должно было поднять положительную экономику в Казахстане, потому что капитал идет, да, но мы ощутили только минусы, потому что все стало дефицитом, все начало инфляция повышаться, все такое. И еще важное то, что Россия... Ну, допустим, другие страны, есть страны, допустим, Кыргызстан, взять Грузию. В этих странах рекордно вырос ВВП за последний год. Именно, ну, объясняет это тем, что приехали россияне с деньгами. Есть такое, есть такое, но в целом, например, то, что в жизни, что не было, как бы, Америка, например, Запад, они делали санкции, и, вот, например, многим странам вы говорили, перечисляли на Иран, получается, и Венесуэла, и, например, Южная, Северная Корея, например, как видим, да, но почему-то никогда не было такое, что компании сами решают, останавливают свое производство и говорят, мы не будем работать в стране агрессора и уходить. Такое вообще не было. Вот последнее только мы наблюдаем, только в этом конфликте между, в военном конфликте между Украиной и Россией. И то, что, например, мы почему ощутили на себя негативные последствия, потому что импорт из России составлял 42% у нас, получается. Мы две товары покупаем, а одну покупаем из России. Получается, те компании, которые остановили, пристановили и ушли, а эти товары мы не можем уже покупать в России, и уже везем из других стран, и они точно увеличиваются, и инфляция прям полетела. И отсюда мы видим, что именно для нас она негативно повлияла. И поэтому ваш вопрос, она правильная. И никто не гарантирует, что санкции завтра Америка приостановит, что второй раз она не повторится. Но мы видим, наблюдаем то, что на самом деле, если в будущем страны, конечно, лучше было бы, да, мы в экономических учениях всегда читали, что интеграция, она всегда лучше. Есть вот абсолютное преимущество стран, где какая-то страна вот более меньшей затратой, производит хорошую продукцию, и страны обмениваются этими товарами. Зато дополняют друг друга, и экономика всего мира растет, и всем лучше, всем хорошо. Но сейчас вот эта ситуация полностью поменялась, можно так сказать. То есть все законы экономики и финансов, она сейчас неактуальна стала. И, конечно, наблюдая за всеми этими процессами, мы думаем и желаем, что побыстрее бы все-таки Россия и Украина пришли в соглашение, чтобы побыстрее бы остановилась эта война, потому что она никому не приведет к хорошему. Даже при том случае, например, я говорил, что Россия может из-за этих санкций, например, не развиваться, наоборот, будет уходить в кризис, в депрессию, но депрессивная Россия, например, нам совсем не будет полезна. В экономическом смысле вообще, если там не будут платежеспособные люди меньше, то, значит, мы будем меньше и продавать в сторону России. То есть в экономическом плане... Тем более для Казахстана Россия основной экономический партнер. Да. Господин Гугава, к вам вопрос. Вообще сейчас и в Украине, и на Западе достаточно часто задается вопросом, почему соседние с Россией страны не вводят санкции против этой страны. Ну, в частности, достаточно часто это говорят про Грузию, потому что у Грузии традиционно такие тесные связи с Западом. А в руководстве страны и в руководстве грузинской мечты это объясняет тем, что это экономически отрицательно отразится на Грузии. На ваш взгляд, вот такие возможные санкции со стороны Грузии в отношении России, какой обратный эффект на экономику Грузии могут иметь? На самом деле мы у нас изучали этот вопрос, как бы возможность присоединиться к призыву Запада, и давление тоже было по этому поводу, но реально, оценив, инвентаризировав наши экономические рычаги, пришли к выводу, что у Грузии нет ни тем для осуществления санкций. То есть мы покупаем зерно, фактически 95% нашего зерна у России, и 30% наших нефтепродуктов приходят из России. Остальное все по помене. Грузия там продает не особо много, то есть это вино, минеральные воды, то есть особо нечем санкционировать, скажем так. И плюс есть еще у нас как бы вопрос, там где-то 800 тысяч грузин живут, граждан Грузии живут в России. Поэтому мы не хотим обрубать все концы, чтобы не терялся мостик для тех, кто живет в России. Это раз. Да и сейчас, если наблюдаем даже за западными странами, и они не особо как бы чатся исполнять эти санкции, мы вот по статистике, я вам могу сказать, что из 1500 иностранных брендов известных, которые работали в России, ушли только из рынка только 10%. 9-10%. Многие поменяли просто название, вывеску, то есть, например, Coca-Cola называется сейчас Добрая Кола. А все бренды возвращаются. И самый главный индикатор, кстати, это зерновые трейдеры. То есть крупнейшие американские гиганты Cargill, AMD и Bungie, они все остались в России и просто заявили, что больше инвестировать не будем. Ну, типа новые склады, новую инфраструктуру они будут строить. Они все там остались, у них мощные торговые операции. Огромную часть российского зерна это они продают за рубежом. А это, в первую очередь, это продовольственная безопасность и очень важный сектор. Поэтому эти санкции, как бы, есть в уйма путей, бизнесмены и даже западные найдут пути, как это все обходить. Единственный эффект будет, что это просто будет удораживать конечный продукт. Исходя из этого, плюс у Грузии, вот с места, где я сейчас с вами разговариваю, в 40 километрах стоит российская военная база. Поэтому, как бы, наши возможности темаршев и политики, такой радикальной политики весьма ограничены. Хотя, естественно, мы поддерживаем Украину. И тот принцип территориальной целостности, за который сейчас борется Украина, это для нас главный принцип, как и для Азербайджана, кстати, мы в этом солидарны. Во всех политических резолюциях мы, естественно, голосуем за позицию Украины. Более 400 резолюций было таких на разных форумах. И оказываем гуманитарную помощь, насколько это возможно. Ну, и вы помните, вот даже в Карабахском вопросе Грузия соблюдала практически идеальную нейтральность. И вот уже сегодня можно сказать, что это был абсолютно правильный подход. Но мне кажется, что Грузия не соблюдала нейтральность. Грузия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Да, это естественно, но в самом конфликте с точки зрения военных действий мы соблюдали нейтральность именно военных действий. Но территориальная целостность, это, естественно, главный принцип международного права, который должен на Кавказе соблюдаться и будет соблюдаться. Азербайджан уже сделал прорыв в этом направлении. И я думаю, это открывает для нас новые возможности, чтобы уже думать о будущей тройке Южного Кавказа, где типа мини-Евросоюза, где будет такая умеренная интеграция. Это вопрос будущего, и я думаю, к этому мы все придем. Господин Халык, и, наверное, последний вопрос у меня будет к вам. Ну вот если говорить по прогнозу относительно российской экономики, то в целом они не такие плохие. Допустим, вот если взять Международный валютный фонд, они прогнозируют, что в этом году российская экономика вырастет на 0,3%. Ну, небольшой рост, но тем не менее. С другой стороны, почувствует ли это улучшение, этот рост народ России? Или все-таки этот рост будет, на ваш взгляд, обеспечиваться за счет военного комплекса, военно-промышленного? Немного времени у нас осталось, поэтому буквально в двух предложениях. Хорошо. Получается, можно так сказать, что сейчас затраты в бюджет Российской Федерации, она больше направлена на производство, на оборону. А это, понятно, получается, затраты на население, на социальное обеспечение сократятся. И, конечно, это почувствуют люди. Я думал, ответят на ваши вопросы. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, время наше эфирное подошло к концу. Напомню, что вы смотрели передачу «Экономика дня». С вами была Елена Косолапова. Обсуждали мы сегодня новые пакеты санкций против России, введенные за последние дни, и их ожидаемый эффект. Отвечали на мои вопросы Максат Халык, экономист, директор Graduate School of Business Университета международного бизнеса Волматы из Казахстана, и Ираклий Гогава, политолог, специалист по международным отношениям из Грузии. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До новых встреч!